Итак, начинаем. Начинаем наше мероприятие. Извините за небольшую пятиминутную задержку, были небольшие технические проблемы. Всем привет. Меня зовут Яна. Я из команды Симон Константа. И сегодня мы собрались здесь классной компанией поговорить на такую важную тему, с которой, мне кажется, столкнулись с проблемой, в которой столкнулись многие страны, многие люди. Это COVID-19 и право на доступ к информации. Все знают, что у нас сейчас происходит за ситуацией. Сейчас ситуация пандемии с 2020 года в совершенно разных сферах жизни. Мы так или иначе слышим вот эта информация, право, доступ и так далее. И сегодня мы хотим поговорить с несколькими нашими экспертами из разных стран о том, с какими проблемами столкнулись они, их организации, люди, граждане в плане права на доступ к информации. Сегодня с нами будет Диана Акремова, правовой медиа-центр, Казахстан. Алена Рыжикова, координатор проекта Pandemic Big Brother, о котором она, надеюсь, расскажет нам из России, от организации «Роскомсвобода». И мой коллега Андрей Сушко из Human Constant, Беларусь. Вот. Всем привет. Спасибо, что сегодня к нам присоединились. И я хочу начать с того, чтобы мой коллега Андрей вообще рассказал про право на доступ к информации. Что это такое? Является ли оно каким-то супербазовым правом человека? Зачем оно нам нужно? Ну, то есть какую-то вводную информацию для тех, кто нас будет смотреть, о том, что вообще за право такое. Да, коллеги. Яна, Алена, Диана, добрый день еще раз. Я, наверное, достаточно быстро скажу несколько тезисов о том, что касается права на доступ к информации. И как правильно обожелкнула Яна, что это одно из основополагающих фундаментальных прав человека. Это право человека, которое появилось еще во всеобщей декларации прав человека. Потом оно также появилось в международном международном пакте о гражданских политических правах. И там и там эта 19 статья. И оно изначально было в комплексе с правом на свободу выражения мнений. Оно заключалось в том, что человек может беспрепятственно искать, получать любую информацию, а также распространять эту информацию. Иногда, иногда, может быть, среди тех людей, которые плотно не работают с правами человека, свободу информации могут путать со свободой слова, со свободой самовыражения. Иногда, может быть, даже со свободой совести или со свободой религии. Или со свободой придерживаться каких-то своих мнений и распространять их, но в том числе и религиозные мнения. Я хочу провести такую достаточно важную линию, что отличает свободу информации. Когда мы говорим об этом праве, мы говорим о системе человека и государства. То есть всегда, когда мы говорим о свободе информации или freedom of information в английском, мы всегда говорим о праве человека на доступ к информации, которую располагает государство. То есть это или информация о том, как работают государственные органы, о их структуре, о порядке назначения, о бюджете. Или об информации, которую накапливают государственные органы, продуцируют, может быть, статистика, любая информация о их деятельности. И вот оно в английском языке есть термин public sexual information. И вот именно об информации государственного сектора мы идем речь. И поэтому достаточно, когда, если мы спускаемся, остаемся пока что на уровне концепции прав человека, если у человека есть это право, право на свободу информации, вот так вот оно звучит, то у государства есть корреспондирующая обязанность обеспечить это право и предоставлять информацию. Также зачастую это право является во всех, давно я читал Российскую Конституцию, Российскую Конституцию Российской Федерации, Казахстанскую чуть раньше, но я полностью уверен, что это право является одним из конституционных прав, находится в каталоге конституционных прав. И, насколько я знаю, да, в Казахстане точно принят закон о доступе к информации, в России тоже принят, и даже, наверное, есть закон о доступе к судебной информации. Коллеги меня потом поправят. То есть, условно, появляясь на уровне ценностей и на уровне базовых прав человека в декларации, все в декларации прав человека, перетекая в факты, потом были разные декларации по поводу и общие замечания к конвенции политических и гражданских правах, то дальше это право перетекает в Конституции, потом в законодательство и конкретно регулирует правоотношения в каждой стране. С этим скучным экскурсом я, наверное, закончу. Скажу немного своего отношения к этому праву. Я достаточно давно занимаюсь вопросами доступа к информации, доступа к информации государственных органов. И для меня ценность этого права в том, что оно дает возможность гражданам получать информацию или данные, сведения, в первую очередь, об эффективности работы государства. Мы, как налогоплательщики, почти местами в Беларуси чуть меньше половины своего дохода отдаем обычно в бюджет государства и резонно можем требовать от государства информацию о том, как оно работает, насколько эффективно оно работает, как тратятся деньги и так дальше, дальше, дальше. Но если тут ближе уже подходить к теме пандемии, распространения вируса, в белорусском законодательстве отдельно есть оговорка о том, что никаким образом право на доступ к информации, оно не абсолютно, оно может быть ограничено, как бы многие права в целях национальной безопасности, здоровья граждан. Но в белорусском законодательстве отдельно вынесено, что никак не может быть ограничена информация о эпидемиологической ситуации, экологической ситуации и еще там о чем-то. Тоже давно не читал в этом. Вот, то есть я про то, что словно это базовое право фундаментальное, эскатолога прав человека, оно является конституционным, приняты профильные законы. В Беларуси закон чуть-чуть хуже и совсем такой старый, но все равно регулирование есть. И у каждого человека в государстве, то есть будь то гражданин или не гражданин, есть право знать, как работает государство, право писать запросы, право получать ответы, получать статистику. И вот определенные случаи, вот если мы говорим о пандемии, в определенных случаях не должно быть никаких ограничений на доступ к этой информации. Последнее, наверное, что право на доступ к информации не является вещью в себе. Вообще, оно, знаете, говорят, что информация это снятая неопределенность. Если мы не знаем какую-то информацию, какие-то данные, мы не можем принимать решения. То есть основа всех решений, которые принимает человек, это данные и информация. Только на основе чего-то мы принимаем решения. То же самое это касается и права на управление государством, право на участие в управлении государством. Право на информацию дает гражданину основания для принятия решений, кого выбрать, проголосовать за того политика или нет, проверить, насколько те или иные обещания были исполнены. Ну и в целом быть активным, понимать, что происходит и как-то реагировать в той или иной ситуации. Спасибо, Андрей. Если так немножечко, как двумя словами подытожить, то есть право на доступ к информации, помимо того, что оно существует в международных документах, в международной декларации прав человека, как я понимаю, в всеобщей декларации, так и на уровне местных законодательств конституции, в конституциях стран, чаще всего оно тоже заложено, что люди имеют право получать, свободно распространять информацию. И как бы что важно с этим правом, что на основании него граждане могут принимать какие-то решения. Именно поэтому, мне кажется, что основные проблемы с ограничением граждан в получении информации в последние годы, в годы пандемии, именно вот это ограничение в получении этой информации и вызывают больше всего вопросов, по крайней мере, у правозащитников. И сейчас я хочу, кстати, хочу напомнить, не сразу не сказала, если есть какие-то вопросы по ходу к спикерам, по теме каких-то отдельных стран, вы можете задавать их в комментариях к трансляции, мы обязательно их зачитаем и у всех все спросим. Вот. И на этой ноте хочу поговорить со всеми нашими гостями. Я вот знаю, что в России не так давно выходили статьи, в которых рассказывалось, что заболевших на самом деле было гораздо больше, чем предоставлял данный Минздрав России. Это все там выяснялось какими-то очень такими окольными путями, по каким-то косвенным признакам. Но, конечно же, Минздрав все это отрицает. Вот, Алена, хочу спросить тебя, можешь ли ты рассказать чуть больше вообще о ситуации с пандемией, что было, что есть, и о своем, конечно же, проекте «Роскопа свободы», который вы делаете «Пандемик Биг Бразер», с которым, мне кажется, мы тоже немножечко участвуем и помогаем. Вот. Можешь рассказать побольше о ситуации с правом на доступ к информации, которая сложилась вот с 2020 года, и, возможно, вот сейчас, потому что помимо COVID-19, это помимо информации о заболеваемости, это еще информация про вакцинацию, например, мне кажется. Вот расскажи, что у вас происходит. Вызвал ли резонанс вот эти статьи все? Вот, слово тебе. Да, добрый день, коллеги. Во-первых, хочу пару слов сказать про наш проект «Пандемик Биг Бразер». Мы его запустили в апреле прошлого года. Мы в «Роском свободе» совместно. Изначально он запускался совместно как раз с «Химной константой». Проект представляет собой интерактивную карту мира, где мы отслеживаем, какие страны и каким образом нарушают наши права, цифровые права, в первую очередь, в период пандемии. И главной целью проекта мы поставили проследить за тем, чтобы все ограничения, цифровые ограничения, которые были введены, чтобы они были отменены по окончанию пандемии, когда цели слежки, цели каких-то законов принимаемых уже были реализованы. Сейчас на карте присутствуют три цвета. Это красный, желтый и серый, где красный обозначает, что в стране введены какие-либо ограничения, желтый, что есть посылки, и серый, что нет каких-либо ограничений, или у нас просто в каких-то определенных обстоятельствах нет данных по этой стране. Что касается права на доступ к информации, то в России, конечно, это достаточно широкая проблема. Потому что еще 1 апреля, практически одновременно запуском нашего проекта, кстати, так совпало, президент Путин подписал закон об ужесточении наказаний за распространение взведомо ложной информации. И что касается в первую очередь, конечно, фейков о коронавирусе. В зависимости от какой-то тяжести последствий, наказание за распространение фейков именно по этому закону доходит либо до 300 тысяч рублей, либо до 5 лет ограничения свободы. Что, согласитесь, весьма большой срок за какие-либо просто посты в интернете. При этом есть такая оговорка в законе, что гражданин несет ответственность за распространение фейков только в том случае, если он знал, что сообщают неправду. И если он знает, что он выдает недостоверную информацию под видом действительно достоверной. Хотя на деле, когда все-таки этот закон начали применять и просто массово и активно штрафовать и какие-то издания за публикацию якобы фейков и заводить там административные уголовные дела просто на пользователей интернета за то, что они распространяют какую-то якобы ложную информацию. На деле, последний пункт, конечно, не приносился внимания, потому что было достаточно много случаев, когда просто привлекали к отверственности, штрафовали граждан за то, что они в комментариях где-то рассказывают о том, что у них с родственником было вот так, типа там его родственника нету в списке, который там выкатил Минздрав или просто список там больных, которые опубликовали. И как бы такие сообщения тоже считаются почему-то фейками, подходят именно под этот закон. Но мониторивая ситуацию по всему миру в рамках проекта Pandemic Big Brother, мы поняли, что на самом деле Россия далеко не единственная, где был принят такой закон. И подобные законы были приняты там больше, чем в 10 странах мира, начиная там от Бразилии и Вьетнама, заканчивая даже Европейской Венгрией. Что было дальше со свободой слова? В октябре прошлого года, опять-таки прошлого года, Минздрав решил, что врачи слишком открыто говорят о коронавирусе в социальных сетях и вообще слишком открыто говорят какую-то информацию, которую знают лично они. И решил выдать такое распоряжение, что теперь все медицинские работники будут согласовывать любые комментарии в СМИ, любые посты в соцсетях о коронавирусе, конкретно с Минздравом. То есть это можно было сделать либо в письменной, либо в устной форме. И с тех пор на самом деле каких-то громких заявлений врачей о коронавирусе стало в сетях действительно меньше, потому что им тоже под определенным видом угроз, судя по всему, навязали это требование. До октября, конечно, до принятия этого распоряжения было достаточно много случаев, когда врачей, фельдшеров, скорой помощи, просто медицинских работников абсолютно таким же образом просто штрафовали за то, что они распространяют фейки. Хотя по факту, ну, то есть мы не можем знать наверняка, потому что мы не врачи. Мы не знаем, точно это правда или точно это фейк, но по российским законам все-таки это признавали фейком, врачей штрафовали, увольняли и говорили строго-настрого, больше так не делайте. Ну да, у него тут самое интересное, это как определить, это фейк или нет. То есть где сидит, я не знаю, какой-то самый умный человек, у которого в голове вот это вот типа это правда, это ложь. Как вот это определяется, мне, честно говоря, вообще непонятно, да, то есть или это законным указом Министерства здравоохранения, который говорит, вот это фейк, потому что мы так сказали. Ну, вообще в конце, нет, вру не в конце, в конце марта прошлого года, да, были такие публикации, что якобы в России был создан какое-то подразделение, которое будет искать фейковую ложную информацию, выявлять ее, там, как-то штрафовать нарушителей, но мне кажется, все-таки вполне возможно, что были какие-то люди, которые занимались конкретно поиском фейковой информации, иначе откуда такое большое количество и штрафов, и требований от Роскомнадзора о блокировке, потому что еще, опять-таки, летом прошлого года Генпрокуратура вместе с Роскомнадзором отчитались, что количество фейков в интернете, в первую очередь, конечно, связанных с коронавирусом, выросло в 10 раз, там, по сравнению с первым месяцем, когда они начали это отслеживать. И, да, опять-таки, повторюсь, что штрафов летали не только гражданам, но и какими-то, так сказать, массовой информацией за публикации и, разумеется, в этот период не обошлось без публикации каких-то расследований от крупных изданий, о которых говорилось, что данные фальсифицируют, что те данные, которые публикуют официальная статистика, что на самом деле они неверны, что нас обманывают, данные занижают. Ну, об этом говорилось еще, наверное, с самого начала пандемии, просто не было каких-то достоверных фактов, чтобы могли это доказать действительно. Потому что, если посмотреть на статистику по заболеваемости или по смертности в абсолютно других странах, то там мы видим турецкие скачки, турецкие спады. И это всегда... Ну, не может быть такого, что данные там отличаются на 3% условно каждый день. То есть в России ситуация была примерно такая. То есть когда посмотреть, что... Когда посмотреть, что началась пандемия или когда там пошла вторая волна, там третья волна, да, мы видим, что график идет просто немножечко по прямой наверх, и данные отличаются прямо на какие-то минимальные значения. Тогда все говорили, в том числе демографы, что разглаживают статистику для того, чтобы не вызвать какую-то резкую панику или что-то еще. Что касается расследований. Да, расследования выходили, и в этих расследованиях говорилось, что есть официальная статистика, она такая, а есть вот данные, которые там тут опубликовал Росстат о смертности, тут посчитали еще по какой-то методике, и эти данные прям очень сильно отличались. Но на что как бы не последовало какой-то, наверное, прям масштабной реакции, то есть, да, это вызвало какую-то, может быть, панику ненадолго, но от властей каких-то прям данных о том, что, ну, вот было и было, как бы, или, наоборот, каких-то резких опровержений не последовало, потому что это были отмашки вроде, у нас разная методика подсчета. У этого министерства такая, у нас такая, поэтому данные вот так вот немножечко отличаются, хотя цифры на самом деле были весьма серьезны. Вот, я, наверное, хочу передать слово другим коллегам. Да, я хотела еще только спросить у тебя, расскажи, пожалуйста, как СМИ в России взаимодействовали с органами статистики, насколько это вообще было возможно? Там СМИ задают вопросом, что-то отвечают, или как бы эта информация вообще была очень закрытая? Я, честно говоря, не знаю, как, ну, не буду врать, поэтому, правда, скажу, что не знаю прям вот точно, как они взаимодействовали, но, тем не менее, если появлялись какие-то комментарии от людей там в Минздраве, от Росстата, то, разумеется, они же появлялись достоверные, то есть какой-то человек из министерства отвечал на это, то я считаю, что они просто либо делали какой-то запрос от СМИ, либо просто познавали, запрашивали комментарии и получали ответ на свой вопрос. Хорошо, спасибо большое. Если можно, можно я чуть-чуть просто прокомментирую эту тему фейков, модную, в которую мы ушли. Почему увеличилось количество фейков? Почему, например, в России приняли закон о борьбе с фейками? Почему там в других странах идет вот такая волна борьбы государством с фейками? Потому что, наверное, людям не хватает объективной информации, не хватает источников от государственных органов, от медиков, от тем же медикам, которым запретили писать, и появляется много каких-то теорий конспирологических, появляются домыслы, что вот здесь... И понятно, что эта ситуация не помогает успокоиться гражданам, людям, только подогревает вот эту панику, но обратно же это делает из-за того, что не хватает официальной информации, нет официальной информации, она скрывается. А скрывается для чего? Ну, скорее всего, для того, чтобы скрыть неэффективность работы государства. Да, Андрей, спасибо. Важное замечание. Действительно, когда нет информации, мне кажется, это очень сильно подогревает вот эти панические настроения. И я вот помню, что в какие-то моменты в Казахстане вообще была очень тяжелая ситуация с вот этой, с пандемией, с лекарствами. Я читала даже там вплоть до того, что градусников в аптеках не было, потому что люди просто все сметали в аптеках. И насколько я помню, это как раз было из-за того, что не хватало информации, а что вообще происходит, а какая статистика, а что делать вообще во время коронавируса. Диана, можешь ли ты рассказать вот о ситуации с пандемией вообще в Казахстане? Что вы проходили, с чем вы столкнулись, как государственные органы давали информацию гражданам, почему вот это была ситуация с лекарствами-градусниками, что можно было сделать иначе? В общем, слово тебе, пожалуйста, расскажи о вашей жизни. Да, спасибо, Яна. Всем добрый день. У нас уже вечер. Ну, наверное, ситуация с доступом к информации в период пандемии не сильно отличалась от всего, что сейчас вы рассказывали. Может, у нас были какие-то особенности. Началось все с того, что министр в прошлом году, отвечая на вопрос журналистов о том, как расходовались деньги на борьбу с пандемией, сказал, что эта информация отнесена к категории ограниченного доступа к служебной, ну, не тайне, а для служебного пользования. Это сразу спровоцировало очень сильное внимание журналистов, очень большое возмущение общественности. И когда начали давить на министра, он вынужден был эти данные раскрыть. И, собственно, вот эта, ну, такая история, да, этот кейс, он положил начало, как мне кажется, каким-то вот движением в Казахстане с доступом к информации. То есть вообще начало пандемии, оно обнажило все, наверное, больные места в нашем государственном управлении, причем во всех сферах, не только в сфере доступа к информации, но и в образовании, когда дети перешли, да, на онлайн-формат. И в правоохранительных органах, то есть практически во всех сферах. Естественно, вот в этот период государство наше показало, что у нас нет нормальных специалистов по антикризисным коммуникациям, потому что когда нужно было, на мой взгляд, говорить правду, пытались всякими способами, ну, какую-то, какие-то давать, не знаю, то ли скрывать ее, то ли давать полуправду и так далее. Что происходило дальше? Все внимание практически, наверное, последнего года было приковано именно к тратам на борьбу с COVID, потому что с одной стороны государство говорило, президент сказал, что мы выделили на борьбу с COVID более 13 миллиардов долларов. Эта новость сразу тоже стала шоковой для Казахстана, когда люди не поняли, то есть им не объяснили, что входит в эти цифры, потом начали объяснять, оказалось, что 8 миллиардов долларов идет из республиканского бюджета, все остальное якобы привлекается из небюджетных средств. Ну, то есть вот эти вот вопросы с тем, чтобы людям просто и ясно давать информацию о том, куда тратятся деньги, на что они идут, это создавало большие проблемы. Да, одно время не было каких-то лекарств. Ну, то есть я думаю, что это был такой период, когда все там скупали эти маски, закупали какие-то лекарства, такая паника была, я думаю, она была во всех странах, но у нас тоже не было нормальной статистики по больным, потому что ее долго там сначала не писали, кто погиб от пневмонии ковидной, а просто от ковида. То есть там было очень много проблем, и главный санврач и министр здравоохранения на пресс-конференциях очень часто тоже не могли дать внятной информации, не могли внятно отвечать на вопросы журналистов. То есть путались в цифрах, цифры очень часто не совпадали с теми, сколько там закуплено, не знаю, лекарств, сколько аппаратов ИВЛ, сколько действительно зарегистрировано смертей от ковид. То есть вот, мне кажется, это продолжается просто до сих пор. Что касается журналистов, журналисты в прошлом году дважды писали обращение к президенту относительно доступа к информации. Говорили о том, что они столкнулись совершенно с беспрецедентными преградами в этот период, то есть в период, когда нужно давать информацию, они сталкиваются со стороны с госорганами, со всяческими преградами, информацию получать не могут. Но реакции какой-то явной от президента не было, но, по крайней мере, госорганы обратили на это внимание. И я не могу сказать, что ситуация сильно улучшилась, но мне кажется, что улучшилась журналистская солидарность. Когда стали проводиться вот эти еще все брифинги онлайн, конференцию онлайн, журналисты стали очень активны, и они стали поддерживать друг друга. У нас были такие случаи, когда журналисты задавали вопрос, и их просто отключали. Если модератор не хотел, чтобы этот вопрос задавали, журналисты просто отключали. И вот по этим случаям журналисты стали очень активно друг друга поддерживать. То есть если, например, журналисты отключают, то следующего коллега, который задает вопрос, он настаивает на том, чтобы спикер ответил на вопрос, который был задан до него. Мне кажется, это вот очень хорошо повлияло на журналистскую солидарность. Была большая проблема с судебным заседанием, которые также проводились онлайн, и очень часто журналистов тоже отключали, не давали им информацию и так далее. Сейчас информация, и мне кажется, что это очень сильно повлияло в дальнейшем на ситуацию с вакцинацией массой, потому что у людей, на мой взгляд, очень низкое доверие к власти, и поэтому большинство населения все-таки не хочет прививаться, потому что не имеет какой-то адекватной информации о том, насколько это вредно или безвредно. И люди просто отказываются, либо покупают паспорта, как это сейчас происходит. Еще большое возмущение вызвал кейс с тем, что Министерство информации потратило много денег на разъяснительную работу и борьбу с фейками. Хотя по факту это просто была раздача денег своим СМИ, которые должны были информировать людей о том, как борются государственные органы с пандемией, что они делают и так далее. И, наверное, еще один положительный момент – это активизация наших гражданских активистов. То есть журналисты и активисты стали создавать такие свои телеграм-каналы, в которых проводят бюджетные расследования. То есть они мониторят информацию с сайта госзакупок и именно смотрят, проводят, делают аналитику, сколько денег тратится на борьбу с COVID. И были случаи, когда… То есть сейчас очень просто тегать в Фейсбуке и агентство по противодействию коррупции. И были несколько случаев, когда действительно какие-то тендеры отменялись благодаря вот этим расследованиям. То есть это и журналисты делают, это делают и активисты. Поэтому вот мне кажется, что один из таких плюсов пандемии, несмотря… То есть нам информацию не дают, но наши журналисты-активисты, они пытаются что-то делать, чтобы эту информацию достать. Ну вот если кратко, то так, наверное. Спасибо, Диана. Ну вообще звучит круто, что у вас проводились вообще хоть какие-то пресс-конференции и было какое-то общение с журналистами. Потому что я на примере Беларуси, вот помню, что у нас вообще не хотели никак коммуницировать с журналистами. А скажи, пожалуйста, а у вас какие-то общественные, может быть, организации начали заниматься темой… Вовлекались ли в тему коронавируса и вот требовали ли, писали обращения, чтобы было вот больше там информационной кампании какой-то по коронавирусу или этим занимались в основном вот только журналисты? Ну у нас вообще государство создало сайт специальный коронавирус2020.kz, на который тоже очень много денег потратили на его наполнение. Нет, не только журналисты требовали информацию, вот как раз и очень сильно возросло, наверное, движение таких блогеров и гражданских активистов, которые делают это на своих страницах в Фейсбуке, в Телеграм-каналах. И я сейчас замечаю, что мои многие знакомые предпочитают, вот как раз Телеграм-каналы каких-то известных блогеров предпочитают традиционным СМИ. Потому что, ну и какие-то, может быть, интернет-сайты независимые, которые сохранились, там тоже больше, наверное, какой-то объективной информации или она хотя бы разная информация, нежели чем в традиционных СМИ. Ну если говорить о каких-то движениях общественных, то, ну вот, мы работаем тоже с доступом информации, мы создали там горячую линию по вопросам именно доступа к информации к ковиду и вообще, то есть мы помогаем людям составлять запросы, писать жалобы. На самом деле инструмент электронного правительства, он у нас работает достаточно хорошо. Но, опять же, конечно же, госорганы и задерживают сроки, проходят и иногда отвечают не по существу, то есть мы стараемся помогать людям именно в таких вопросах. Класс, надо было тебя спрашивать последней, потому что, мне кажется, ты столько позитивного рассказала, что я прям слушаю, думаю, боже, как же это мило, как же это приятно, и сайтики есть, и какие-то электронные правительства, и ответы, и все остальное. Но так вышло, что у нас сейчас будет другой фокус. В Беларуси тема коронавируса и вообще коронавирус, как сам по себе, долго отрицался, как проблема. Некоторые политики предлагали вылечить водкой, баней, трактором и так далее. Что уж говорить про статистику. Статистики вообще долгое время не было, и вообще казалось, что ничего не происходит. Андрей, расскажи вот про Беларусь. Как было в Беларуси? Что вот такое самое яркое по поводу коронавируса ты запомнил, скажем тогда, что повлияло на общество, и как дела обстоят в Беларуси? Да, я постараюсь максимально как-то кратко пробежаться по основным вещам. Да, Яна, ты, конечно, хорошо сказал, что некоторые политики говорили в Беларуси. Все, короче, знают, наверное, некоторых политиков. Сложно найти политиков в Беларуси на свободе сейчас. Ну ладно. Для меня, наверное, самым ярким-ярким таким эпизодом было то, когда, наверное, все-таки вначале на высоком уровне отрицалось существование этого вируса, не поддавалось этого такого внимания в СМИ, когда люди начали заражаться, начали люди болеть, умирать. То есть, мне кажется, даже государство поняло, что с этим надо как-то работать. И у нас появился, я сейчас его проверил, сайт StopCovid.bel, вот такой вот сайт. И изначально было написано, что это ресурс в информировании о COVID, но не было написано, кто его создал, откуда берется информация. То есть, был просто какой-то сайт, на котором появлялись какие-то данные. И вот у меня, мы говорили там о доверии, в том числе о цифровом доверии к информации. Ну вот появляется ресурс. Понятно, что потом оказалось, что он делается информационным агентством государственным белорусским. Не знаю, это, наверное, пропагандистский ресурс, к большей степени, чем информационное агентство, если честно сказать, и министерством здравоохранения. Но изначально там появилась базовая статистика по количеству заболевших, количеству выздоровевших, умерших и данные по регионам Беларуси. Но потом, через какое-то время, эта карта и данные по регионам пропали. И статистика начала тоже чуть-чуть прыгать, а потом совершенно базовые цифры. Вот я сейчас могу показать, до сих пор четыре цифры теста зарегистрировали, выздоровели, выписали, умерли. Кто, где, как. У меня сразу тогда появилась такая мысль, что если статистика и объем данных, которые давали изначально, потом начали сужать до общей статистики, значит, что-то, наверное, не сходятся у них цифры каждый день или еще что-то, и более подробную статистику перестали давать. И тогда, что мы сделали, мы собрались с коллегами примеры того, как в других странах делаются похожие дашборды, похожие сайты со статистикой, с информацией про профилактику. И отправили в Минздрав, в Министерство информации и одному депутату, который высказывался по поводу вируса и доступа к информации. После этого я получил только формальный ответ от депутата, что мы приняли это к сведению, а ни Минздрав, ни Министерство информации нам даже не ответили, спрашивали про запросы. И после этого, если честно сказать, у меня пропал всякий интерес, дальше что-то... То есть, условно, если тебе один раз прозрачно намекнули, не ответят, то дальше опустились руки что-то делать. Ну, а потом уже лето, в Беларуси выборы, политическая ситуация, вы, наверное, знаете, что у нас там происходило и происходит. Тоже, мне кажется, это было вызвано отчасти ситуации, когда власть потеряла доверие и связь с гражданами. Люди почувствовали, что их обманывают, наверное, что их несерьезно относятся к их здоровью. Вот. И сейчас уже, конечно, тема ковида в Беларуси не такая горячая, потому что, условно, есть другие темы, такие как политзаключенные, пытки, схлопывание полностью политических, гражданских свобод. Такое ощущение, что в Беларуси тема эта как бы ушла чуть-чуть под стол. Но последнее, что меня лично поражает каждый раз, если не ошибаюсь, уже месяцев шесть назад были приняты ряд постановлений и Министерства здравоохранения, и в Минске на уровне города, что люди должны находиться в масках во время... Ну, ограничено... Было ограничено массовые мероприятия, и люди должны находиться в масках на таких массовых мероприятиях. Но, с другой стороны, все официальные собрания, съезды, встречи, политика... С первого сентября был какой-то республиканский педсовет, и не видел там ни одного человека в масках. То есть вот это вот... Если мы говорим о доверии, да, то есть создавая ситуацию неинформирования, какого-то странного отношения, халатного отношения к ситуации, к здоровью людей, и, с другой стороны, обязывая, например, бизнес и людей использовать маски, а при этом сами не показывать пример такого поведения. Ну, мне кажется, это двойная мораль. И вот, обратно же, к вопросу о доверии, к вопросу о вакцинации. Знаю, что в Беларуси достаточно низкие темпы вакцинации. Ну, почему? Потому что вначале людям говорили, что вируса нет, потом говорили лечиться трактором и водкой, потом потихонечку как будто бы да, но статистики нет. И люди, наверное, теряются. Они, вот обратно, простой начинал говорить, сложно, нет информации или какая-то обрывистая информация, сложно принять решение, что, как себя вести в этой ситуации. Андрей, а расскажи, что ты помнишь, что ты знаешь про общение в СМИ, с Минздравом, возможно, на эту тему, какие были вообще истории? Насколько, обратно же, это было достаточно, ну, я честно скажу, я в большей степени год назад еще интересовался темой ковида, потом мы ушли все в какие-то другие плоскости информационные. Насколько я помню, да, были запросы, я помню, что на каком-то этапе тоже начали переводить, местные органы здравоохранения перестали давать комментарии, насколько я помню, это все перешло на уровень Минздрава. Были какие-то пару интервью врачей, потом были опровержения, потом были случаи даже, когда газетам, вот не помню, была ли блокировка веб-сайту, тут уже плохо помню, но были предупреждения, наверное, от министерства за публикацию какой-то информации. Ну, и то, честно говоря, это все было там актуально до середины прошлого лета, потом, когда на улицах Беларуси начали стрелять людей, немного не до ковида, иногда не до ковида. Ну, вот примерно так. Если что-то вспомню еще из яркого, то, что касается конформации, я потом еще включусь. Да, у нас, наверное, в Беларуси повестка очень сильно смешалась, несмотря на то, что ситуация с ковидом, в общем-то, лучше не стала, а порой даже и хуже. Все равно очень много происходит, и сложно держать фокус внимания только вот на этой теме. Я хотела еще спросить у Алены. Вот Диана, например, говорила про то, что в Казахстане создали вот этот вот сайт с какой-то такой довольно полной информацией о том, что происходит с ковидом, со статистикой. Вообще в странах, в разных странах я видела, встречала, создавались информационные хорошие сайты, где размещались подробности и со статистикой, и с вакцинацией, и с правилами въезда-выезда, ну, в общем, со всем, что касалось коронавируса. Было ли что-то такое в России, что какой-то удобный инструмент? Вообще, насколько вы, может быть, смотрели в рамках проекта, либо как организация, насколько вот эта вот коммуникация государства-гражданин состоялась по поводу коронавируса и, возможно, вакцинации? Да, разумеется, такой сайт был, он и сейчас есть, и на нем ежедневно опубликуется статистика о заболевших за сутки, о выздоровевших за сутки и об умерших, и это все абсолютно так же разбросано по регионам. Там тоже есть интерактивная карта, где можно даже посмотреть, какие ограничения до сих пор действуют в регионе. Не знаю, сколько было потрачено на этот сайт, но выглядит он очень хорошо, удобно, на нем действительно можно узнать всю актуальную информацию о коронавирусе сейчас, что происходит действительно в каждом регионе, как ехать-выехать, все какие-то официальные сообщения или там новости, которые выходят там с комментариями от Минздрава, все это, конечно же, там тоже публикуется. Да, это очень удобно, но вопрос в том, можем ли мы доверять этим данным, учитывая тот факт, что выходят какие-то расследования независимых СМИ, которые говорят о том, что все-таки статистика врет и данные сглаживаются. Вопрос доверия все-таки становится здесь в этой части очень острым. Но да, на самом деле, монитория ситуации по миру видела очень много, практически в каждой стране есть какой-то сайт, где тоже абсолютно так же по полочкам разложена вся актуальная информация про коронавирус. Отдельно где-то запускались для этого даже приложения, несмотря на то, что приложения стали таким прям максимально массовым инструментом, запущенным разными странами во время ковид. Не знаю, было ли у вас что-то в Беларуси такое, насколько я помню, нет. Но в России было целых четыре, если не ошибаюсь, для разных целей. какие-то прям максимально собирали пользователях всю возможную информацию, которую только можно было собрать. В некоторых странах отдельно такие приложения запускались даже просто в информационных целях, то есть там словно просто выходит какая-то новость о ковиде, и она плашкой уведомления выскакивает в приложении, чтобы люди могли как-то оперативно узнавать все, что происходит и все, что связано непосредственно с коронавирусом. Еще хотела уточнить такой вопрос, наверное, у всех. Ну вот начнем с тебя, раз уж ты у нас уже включена. Вот опять же у вас пандемик Big Brother, где вы отслеживали все вот эти вот нарушения, связанные с правами человека и с коронавирусом. Можешь ли ты, может быть, вспомнить, что еще вы встречали как нарушение прав человека в связи вот с коронавирусом и доступом к информации? Например, вот я, что ощутила на себе, что, опять же, в связи с ситуацией в Беларуси, это то, что у нас, например, не пускали на суды наблюдателей, журналистов, потому что, сори, у нас коронавирус, как бы мы никого не пускаем. И люди просто не могли даже узнать вообще, что происходит с их близкими, сколько им суток дали, вообще что происходит. Либо там то же самое с СИЗО и тюрьмами, да, то есть ничего, никакой коммуникации не было, потому что, сори, у нас коронавирус, как бы у нас лапки, и мы ничего не делаем. Может быть, еще были какие-то примеры вот такие, которые ты могла бы вспомнить, что происходило вот в связи с пандемией и с доступом к информации? Ну, в связи с пандемией, конечно, происходило очень много всего. Тут, если мы начнем обо всем говорить, то нам, наверное, суток не хватит, чтобы обсудить вообще все те нарушения, которые были абсолютно во всех сферах. Но, в первую очередь, не в первую очередь, вообще, как бы, в принципе, мы на карте нашей пандемии Big Brother отслеживаем нарушения цифровых прав. Что касается допуска к судам, здесь уже все-таки просто идет право на ограничение, ну, то есть ограничение каких-то прав граждан на передвижение, на доступ к каким-то общественным местам, которые, по сути, должны впускать всегда. То таких данных мы, конечно, не собирали, но, тем не менее, было очень много нарушений, связанных именно с применением технологий. То есть в Москве, к примеру, камеры с распознаванием лиц, когда был всеобщий карантинный локдаун в апреле-майе прошлого года, распознавание лиц подключили для того, чтобы отслеживать нарушителей масочного режима. И людям просто приходили штрафы за то, что они где-то засветились без маски, хотя должны были вообще-то сидеть дома. Такие же ситуации были с цифровыми пропусками, что людей штрафовали просто автоматически. Запущены были различные приложения, которые отслеживали геолокацию просто на постоянном уровне. Причем в Москве очень громко нашумело приложение «Социальный мониторинг», которое обязывали устанавливать всех больных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. Оно собирало геолокацию и регулярно запрашивало сделать селфи, чтобы подтвердить, что человек находится дома. Почему оно вызвало такую резкую критику? Потому что селфи оно могло запросить в 4 часа ночи, в 6 часов утра. И не сделал ты селфи, значит, ты находишься не дома. И о приложении плевать, что ты вообще-то больной человек, можешь лежать с температурой 39 и просто спать это время. Был случай, что одна москвичка впоследствии через ряд судов все-таки отменили 17 штрафов, выписанных этим приложением в автоматическом режиме. То есть не сделал селфи, вот тебе штраф, в 4 тысячи рублей. Значит, ты нарушаешь самоизоляцию. Хотя, по сути, люди сидели дома и понимали, что все-таки есть какой-то уровень социальной ответственности, что если он больной человек, то стоит ему все-таки ограничить контакты с другими людьми. У нас, скажу про Казахстан, у нас вообще до сих пор очень много претензий, споров по поводу самой политики, вот этой вот ковидной и что запрещать. Когда, например, нельзя посещать почему-то там бассейны, но можно посещать бани или, например, кафе там 20 человек можно, а, например, спортивные мероприятия нельзя проводить. То есть вот это вот несовпадение, как бы нет логики вот в этих запрещающих мерах. И это у людей до сих пор вызывает постоянное негодование и возмущение. При этом очень многие это все нарушают. Плюс у нас создавались специальные мониторинговые группы, которые ходили после 11 вечера там в кафе, в какие-то кальянные и пытались всех разгонять. И говорили, что вот эти заведения нарушают режим карантины. Ну и вот у нас есть приложение Ашик, где, значит, показывается, вы должны входить в какие-то публичные организации только с этим приложением, где показывается статус ваш, либо вы, значит, нейтральный, непривитый, либо безопасный, либо красный, больной. Ну, если красный, больной, то, соответственно, штраф безопасный и привитые, естественно, пропускаются. Ну вот много, конечно, опять же, у людей вопросов к тому, каким образом главный санитарный врач планирует все эти меры. То есть у нас есть, вся страна поделена на зоны. Какие-то зоны становятся красные, какие-то зеленые, какие-то синие. То есть там, где, например, красные, что-то закрывается, там, где зеленые, что-то открывается. При этом очень, ну, вот редко можно проследить вообще какую-то в этом всем логику. И это у людей, естественно, вызывает очень много непонимания. Я думаю, что тут как раз тоже нарушение разных прав человека идет. Просто уже, ну, тема ковида. Еще мне кажется, что в период ковида у нас стало больше воровства, бюджетных денег, больше коррупции. Причем это настолько происходит вот варварски, беспринципно. То есть наживаться именно на ковиде, на болезни, это, на мой взгляд, уже просто ниже плинтуса, ни в какие рамки они не лезут, но при этом это происходит. Это очень печально. Да, спасибо, Диана. Андрей, вспомнишь ли ты что-то на эту тему? Студия, может, не на эту тему. Я вспомнил про... Я уже забыл, на самом деле, какая была тема. Если коллеги меня напомнят, но я вспомнил из твоего прошлого вопроса. Достаточно, ну, не знаю, показательная вещь, которая произошла в Беларуси с прошлого года, наверное, с третьего квартала, если я не ошибаюсь, в Беларуси перестали публиковать статистику о смертности. То есть вот эта вот разница, которая... Нельзя сейчас проследить разницу, то есть как-то средняя смертность, ну, как называется точно термин, ежемесячная, ежегодная бессмертность, и статистические органы просто перестали из сборника публиковать эту статистику и до сих пор не публикуют, что сразу, в общем-то, можно задаться вопросом оснований для этого и что люди что-то вскрывают, что госорганы что-то вскрывают. Но в прошлом году был такой случай, когда статистику не опубликовали, но эти данные передали в органы ООН для международной глобальной статистики. Как раз это было, наверное, на третий квартал и четвертый. Вот. И посчитали, что там значительные превышения смертности и что, скорее всего, это связано именно с с ковидом, но вот эти данные пытаются скрыть, пытаются, то есть, в целом, пытаются не говорить про это, не поднимать эту тему. Но вот я вот зашел на этот сайт StopCovid, да, вот, Алена говорила про то, что в России есть статистика по регионам, есть рекомендации по передвижению или еще что-то. Первая новость на белорусском сайте, да, может, она получится увидеть. А, да, Одна из главных женщин Беларуси, глава Совета Республики, верхний парламент, на фоне флага, и она, новость, избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность. То есть, вот, информационная парадигма смещается от смещается с темы адекватной оценки ситуации, информирования граждан в область пропаганды, что всем говорят, что все хорошо. У вас, у нас все хорошо, то есть, у нас не было ни карантина, мы не соблюдаем масочный режим. Да, то есть, типа, везде проблемы, а у нас наша модель самая лучшая, при этом у людей болеют родственники, умирают близкие, и вот этот диссонанс немного происходит. Да, спасибо, Андрей. Ну, из всего того, что я сегодня услышала, вот, из того, что мы обсудили, я действительно слышу много о том, что государство почему-то скрывают, занижают эту статистику, не дают достоверной информации людям, при этом люди информацию эту хотят получить, потому что они должны принимать какие-то решения о своем здоровье, делать вакцину, не делать вакцину, принимать лекарства, не принимать лекарства, ехать в больницу, не ехать в больницу и так далее. Но, почему-то, вот, в наших странах избрали вот именно такой путь укрывательства, немножечко снижения. Я помню, кстати, Алена, ты говорила про ваши статистические графики, я помню, вот эти вот практически идеально ровненькие такие столбики на протяжении долгого времени, очень красивые, наверное, для красоты это делается. Но, если вот так, подводя какой-то итог, может быть, вы можете каждый высказать какую-то рекомендацию, как вы думаете, что было бы самым главным в коммуникации между государством и гражданами, гражданами в плане вот ковида. Что было бы самым главным? Что могло бы сделать государство, чтобы вот не потерять это доверие, наладить эту коммуникацию, чтобы люди, ну, прислушивались, не знаю, там, следовали каким-то указаниям, карантинным мерам, носили маски и так далее. Что вот в вашей стране, наверное, было бы самым актуальным? Начнем, давайте, вот, по традиции с Аленой. Ну, мне кажется, это должно быть две вещи. Это оперативно предоставлять достоверные данные, действительно достоверные данные, без каких-либо там преувеличений или преуменьшений, или просто без, ну, просто предоставлять оперативно достоверные данные. Это первое. Во-вторых, это не перегибать черту с тем, как под шумок коронавируса, либо принимаются какие-то инструменты для слежки, активно вводятся с тем же распознаванием лиц или положениями, которые, как бы, вовсе излишни бывают иногда. И, конечно же, не перегибать черту с наказаниями за фейки и все-таки давать людям возможность высказать свое мнение о коронавирусе, пусть оно будет отличное от того, что публикуют данные Минздрава, но право на то, чтобы просто человек имел возможность высказать свое мнение, поделиться своей историей, оно, конечно, должно оставаться, потому что иначе просто каждый второй пойдет под закон о фейк и будет либо штраф платить, либо что еще хуже. Спасибо. Диана? Мне кажется, во всех наших странах есть одна большая проблема, это государство не воспринимает общество как партнера, оно воспринимает его как ребенка, над которым надо все время одовлеть, нужно контролировать. Мне кажется, нужно отменить вот этот уже отеческий подход, когда все нужно контролировать, нужно регулировать, нужно полностью управлять мышлением людей, заливать им в головы то, что нужно и так далее. То есть общество, это, естественно, не бараны, они тоже понимают все, понимают, когда им говорят неправду, все мы. И поэтому, наверное, главный принцип стараться говорить правду, хотя это не всегда срабатывает, но в нашем случае у нас, мне кажется, очень не хватает. мы очень много денег тратим на пропаганду, на информационно-разъяснительную работу, но по факту у нас нет нормальных специалистов. То есть мне кажется, эти деньги надо тратить на качественных пресс-секретарей и специалистов по антикризисным коммуникациям. И тогда выстраивать с обществом какие-то честные доверительные отношения. Это вот про Казахстан, наверное, и про все наши страны. Очень-очень классная мысль. Я с тобой полностью согласна, Диана. Андрей, как ты думаешь? Я бы только добавил к словам Дианы то, что может и воспринимают как ребенка, которого надо растить, ухаживать и оберегать от всего, но мне кажется, они больше нас, больше людей воспринимают как источник. Мы все-таки для государства источник налогов, источник пополнения бюджета. То есть те люди, которые управляют в нашем государстве, иногда забывают, что они нанятые специалисты живут за счет наших налогов, за счет ресурсов стран, которые принадлежат тоже нам. И в этом смысле как бы они должны бы признаться себе, что они в целом несут большую ответственность и зависимы от нас, а не мы от них. Ну а что можно посоветовать например, белорусскому правительству и эстеблишменту в этой ситуации. Чтобы как-то сказать более-менее цензурное в эфире, я скажу, что наверное может признать ошибки и уйти в отставку куда-нибудь, и улететь куда-нибудь далеко-далеко в Катару. Я думаю, что граждане Беларуси бы не знаю, приняли бы, не приняли бы извинения, но оценили такой шаг. Или можно улететь на Луну. Нормальный вариант. Андрей, так это да, рекомендации по полной. Ну что же, я думаю, что на этом мы можем заканчивать нашу классную дискуссию. Это прекрасная нотя. Я смотрю, что в принципе вопросов каких-то особенных к нам не поступало. В любом случае спасибо всем, кто нас смотрел. Я видела, что нас там смотрели. Будет запись, запись остается в Фейсбуке, также мы ее выложим в Ютьюбе, передадим коллегам, чтобы они разместили это в своих соцсетях. И вы сможете, если что, пересмотреть дискуссию. Спасибо большое Алена, Диана, Андрей, что присоединились к нам сегодня, поделились своими мыслями. Мне вот прям хочется все, что вы порекомендовали, не знаю, выбить в табличку и как бы повесить куда-нибудь на видное место, не знаю, на здание правительств. Как быть честными, нанять хороших пиарщиков и улететь на Луну. Мне кажется, все шикарно. Рада была со всеми увидеться. Спасибо всем и будьте здоровы. Надеюсь, что все будет хорошо и ковид не коснется вас и ваших семей. Всем пока, хорошего вечера. На этом будем прощаться.